Рад приветствовать всех стремящихся к познанию. С вами Вова Ломов и теплица социальных технологий. Итак, мы установили лейку и даже смогли выжать из нее пару капель для полива нашей НКО. А именно банковскую квитанцию, что явно недостаточно для орошения огорода. Поэтому попробуем подключить какую-нибудь платежную систему. Для этого переходим в настройки и перед нами просто веер платежных систем. Но если ограничить этот веер теми, что работают с физлицами, выбор сильно сокращается. Попробуем подключить Яндекс.Деньги. Не путайте с Яндекс.Кассой, она работает с юрлицами и об этом позже. Итак, нам нужен номер счета и секретное слово для обратной связи. С номером счета все просто. Это номер вашего кошелька и взять его можно, например, здесь. А где взять секретное слово? Тут нам нужно зайти в справку Лики по настройкам платежных систем. Вообще справка здесь очень подробная и по всем системам. Ссылку оставлю в описании. Тут нам пишут, что нужно перейти вот по этому адресу в браузере, в котором есть авторизация в Яндекс, ну то есть в том браузере, в котором вы зашли в Яндекс кошелек. И здесь мы просим показать секрет. Вообще звучит, конечно, ужасно мило. Копируем, вставляем и отмечаем, какие способы платежа будут агрегироваться. Если кто не знает, в Яндекс Деньгах есть своя виртуальная валюта. Но не знаю, насколько она сейчас распространена в России. В любом случае банковские карты тут есть. И тут же нужно выставить процент для внутренней статистики после уточнения, какой точно процент берет платежная система. На сумму платежа и реальный процент с платежа это никак не влияет. Исключительно на статистику по сборам. Также в инструкции мы читаем, что в Яндекс нужно вставить вот этот URL, заменив предварительно адрес сайта на ваш. Я это сделаю уже после вставки. Тут пишем адрес сайта и не забываем про HTTPS, если у вас настроен этот протокол. Ставим галочку напротив «Отправлять уведомления» и сохраняем изменения. Все это нужно для того, чтобы получать от Яндекс информацию о статусе платежа. Прошел он или нет, ну и соответственно это влияет на статистику, прогресс бар, отправку писем и так далее. Тут тоже говорим «Сохранить» и видим, что у нас тут подключены две новые платежные системы. А на сайте у нас появляются новые способы платежа. Например, можно оплатить с помощью банковских карт. Выбираем сумму, оставляем имейл, имя, принимаем все договора и нас перекидывают в аккаунт Яндекс, где предлагают ввести данные банковской карты для перевода. При этом Яндекс буквально запугивает жертвователя тем, что деньги получит человек, а не компания. Аларм – дело пахнет мошенничеством. И действительно, собирать средства на физическое лицо – это не лучший способ. К нему можно прибегать только в экстренных случаях и я не могу придумать в каких. Могу придумать только один – вы действительно физическое лицо и просто собираете деньги. При этом я могу предположить, что вы честное физическое лицо и действительно собираете средства на благотворительные нужды, но доверие у меня это не вызывает. Только если я знаю вас лично и знаком с ситуацией. Поэтому мы переходим к подключению платежных систем юридическими лицами, а для этого сначала удалим только что подключенные способы платежа. Удалить можно либо здесь, либо в настройках, сняв эту галочку. Или нажав здесь отключить платежный оператор. У нас тут осталось два оператора. Кстати, что это за текстовое сообщение? Хотя оно есть, по умолчанию оно не отображается, пока вы не заполните текст вот здесь. Вообще тут можно написать все что угодно, например, «Встречаемся у памятника Пушкину каждую среду в 19.00». Там и передадите. Но в первую очередь текстовые сообщения используются для информации о СМС-пожертвованиях. Я думаю многие знают о СМС-пожертвованиях – это действенный инструмент при каких-то крупных пиар-акциях. Когда у человека есть порыв и ему нужно срочно вам помочь, а через 20 минут он об этом забудет. И тут СМС – оптимальный вариант. Есть разные системы для подключения СМС-пожертвований. Например, СМС-медиа. Никоим образом их не рекламирую, в каком-то смысле первая попавшаяся платформа. Подключение стоит 10 тысяч, плюс комиссии, плюс отчисление операторов сотовой связи. В общем, возможно, есть дешевле, не знаю. Текст СМС стандартный и определяется платформой. А вам нужно написать инструкцию, что людям писать в СМС и на какой номер. Здесь же есть инструменты форматирования. На сайте это выглядит вот так. Просто информация, опять же можете написать «Встречаемся у Пушкина». Ну а если СМС человека не устраивает, он может перейти на иные формы оплаты. Так, в общем, отключим информацию в СМС-пожертвованиях. Кстати, при отключении платежной системы все настройки системы сохраняются. И если вы потом ее включите, ничего заново вам вбивать не придется. А мы, наконец, переходим к изменению формы собственности с физлица на юрлицо. И самый простой способ это сделать — воспользоваться опять мастером установки. Получатели пожертвования выбираем НКО «Юридическое лицо». Заполняем реквизиты организации, банковские реквизиты и в общем-то все. Можно еще раз просмотреть договор оферты и договор об использовании персональных данных. А можно и не смотреть, а переходить уже в настройки и подключать платежные системы для юридических лиц. Тут выбора у нас уже значительно больше, но о подключении платежных систем для юрлиц мы поговорим уже в следующем видео. Это, кстати, не так сложно, но об этом завтра.